Одиннадцатая энергия. Человек понял свою силу, он понял свой потенциал, он стал, вот как на этой картинке, непобедимым львом. И тут многие, переходя в двенадцатую энергию, они зависают. То есть они достигли некого потолка, чувствуют себя в этом параллёл, стильным, потенциальным и зависают. Это те люди, которые живут чисто материальной жизнью, которые не задумываются о духовном, не задумываются о своём предназначении, что есть нечто большее, что просто материальная жизнь. И они живут вот этот вот дом, семья, работа, деньги, отпуск и всё, и они довольны. Но они зависли. Чтобы познать, что есть нечто большее, надо пройти трансформацию тринадцатой энергии. И там открывается новый мир. Но многие те, кто говорит, ах, это всё ерунда, ах, это всё неправда, они считают себя такими умными, я же не дурак, чтобы верить в это, не понимая о том, что они застряли как минимум на полпути. И они остались в этом детском сознании, и они не растут. Потому что именно дальше, в переходе, в трансформации к тринадцатой энергии, идёт перерождение, о котором нам Тайя расскажет. Тринадцатая энергия — это энергия смерти, или я ещё её называю для себя, это начало и конец. Она с чем-то перекликается с энергией дурака, но совсем по-другому себя проявляет. Плюсовые проявления энергии тринадцатой — это отрождение, как правило, связь с постосторонним миром, люди-медиумы, очень развитая интуиция, непреодолимая тяга к переменам, тяга к экстриму, нет страха смерти. Творческие люди любят создавать собранность в стрессовых ситуациях, непредсказуемость, смелость и хорошая память. Передача знаний потоково в минусовом проявлении — это страх смерти, агрессивность, травмы или постоянные разрушения в жизни, ситуации или физических, материальных вещей. Всё ломают, равнодушие, непредсказуемость, страх за себя и за близких. Как правило, тут завязан страх смерти или страх болезней. Сложно расстаются со старыми ситуациями, с людьми, с вещами. Страх всего нового, страх перемен. Суицидальные наклонности, мысли о смерти. Как мысли о смерти, как о варианте наилучшего варианта для себя, так и с ощущением страха, что я боюсь смерти. Болезненность. Часто имеют целый букет заболеваний, иногда это заболевания даже и хронические на всю жизнь. Люди из тринадцатой энергии несут в себе перемены. Они любят сами меняться и часто притягивают к себе людей, которые в душе хотят перемен, но боятся сделать первый шаг. Эти люди отлично справляются с эмоциями в стрессовых ситуациях и часто принимают решения, основываясь на внутренней чуйке, на интуиции. Могут помогать людям выходить из кризисных ситуаций, умеют разворачивать жизнь на 180 градусов. Свою жизнь и жизнь других. Они обладают хорошей интуицией, с детства могут обладать сверхспособностями, общаться с умершими или нерождёнными детьми. Общаться с умершими родственниками также, то есть не обязательно это дети, возможно это будут взрослые люди, ушедшие. Видят тонкий мир и при желании, если нет страха, научатся взаимодействовать с ними, используя эти знания для своих дальнейших трансформаций. Тринадцатки могут усиливать имеющие скрытые конфликты. Например, если такой человек появился в вашем офисе, будьте уверены, скоро начнётся всплывать всё то, что уже отжило в коллективе или в деятельности данной компании. В детстве и юности тринадцатки имеют непреодолимую тягу к экстриму. Скорость, высота, опасность, острые ощущения. Всё то, что приближает к этому состоянию, близкому к переходному, к смерти. Главное умело балансировать и не подвергать себя реальной опасности. То есть чётко понимать, где можно ловить вот этот кайф, а где уже опасно. В зрелом возрасте тягу к экстриму может исчезнуть. Тринадцатая энергия даёт непредсказуемость. В плюсе — это возможность совершать гиперпрыжки. В минусе непредсказуемость может ломать планы других людей и приводить к конфликтам. Также в минусе человек с тринадцатой энергией может испытывать вспышки агрессии, разжигать конфликты. Перепады настроения могут проявляться в резкости общения. Из-за нестабильности в эмоциональной сфере могут врастать начатое дело. Кидаться из одного дела в другое, при этом не доводя до конца, раздражаться и агрессировать на других людей без причины. Ну, без видимой причины. Когда энергия уходит в минус, люди способны разрушить своё здоровье, свою жизнь и сделать невыносимой жизнь окружающей. Иногда эти люди могут навязчиво подталкивать людей к переменам, несмотря на то, что те не готовы к этому, что также будет приводить к конфликтам и недопониманиям. Тринадцатки — это трансформационные люди. Они всегда готовы запустить очередной поток перемен в себе или в ком-то другом. Это их природа, и они будут следовать злобу перемен всю свою жизнь. Они прекрасно чувствуют наилучшие моменты для запуска перемен и виртуозно этим пользуются. Могут несколько раз за жизнь менять сферу деятельности или начинать свою жизнь с чистого листа. Они имеют способность полностью перерождаться в зависимости от внутренних своих потребностей и зова сердца. Важно развивать свои способности, не игнорировать свою интуицию, научиться управлять внутренними эмоциональными процессами, дать возможность людям самим принимать решения, когда им идти перемены, ценить свою жизнь и осознавать свою миссию. Очень интересно. Тринадцатая энергия — она очень необычная, непростая. Так как владельца матрицы, так и всех тех, кто с ним соприкасается. То есть люди как бы интуитивно, многие, по крайней мере, избегают тринадцатых энергий. Хотя у меня моя очень-очень хорошая подруга, тринадцатая энергия, я её обожаю за это. Но я вижу, как она влияет на других, и как кто-то сторонится, кто-то любит, кто-то ненавидит, как говорится. Это тринадцатая энергия. Я могу ещё сказать, что именно для меня в тринадцатой энергии самое сложное было научиться не бояться идти в перемены. Перемен я боялась с самого детства. Я любила стабильность, понятность для себя, что-то такое уже определённое, чёткое, ясное. Всё новое меня очень пугало. И для того, чтобы запустить во мне вот это вот осознание того, что перемены — это неотъемлемая часть меня и моей жизни, и вообще всего вокруг, пришлось пережить достаточно серьёзные такие травматичные ситуации, тяжёлый опыт. И это дало мне понимание, что невозможно удерживать насильно то, что уже отжило себя, то, что уже не имеет потенциала, то, что должно перейти в другое состояние. И это состояние не означает полное исчезновение, оно просто другое. Вот так же, как если семечко мы садим в землю, семечко перестаёт быть семечком, но появляется росток. В какой-то момент росток перестаёт быть ростком, и это уже дерево. И в какой-то момент дерево могут срубить для того, чтобы согреть как-то или приготовить еду. То есть дерево умирает, но рождается что-то другое. Вот так и тринадцатая энергия. Тринадцатая энергия, она всегда и есть началом, и концом. Да, это так. Это та же гусеница, которая умирает как гусеница, чтобы родиться как бабочка. И это прекрасно, но это страшно. Да, но страх — это одна из минусовых проявлений трансферной энергии. Поэтому вот за себя могу сказать, что в детстве я помнила своё предыдущее воплощение. Хоть тогда, в те времена, об этом вообще молчали. Никакой литературы не было, люди об этом не говорили. Но я вспоминала, я помнила, как я смотрела на свою семью и ещё на одну семью. И мне нужно было выбрать, где я хочу получить свой опыт, где я хочу прожить свою жизнь. Вот поэтому, если бы сейчас мне кто-то сказал из детей, я бы подумала, что, наверное, насмотрелись каких-нибудь роликов. Но тогда, когда не было никакой подобной информации в пространстве, я понимаю, что это реальная память вот того состояния. Я не могу назвать это жизнью, это как-то по-другому звучит, у меня даже такого слова нет. Скорее всего, это то состояние, в котором я пребывала до начала жизни. И смерти у меня было в детстве. Опять-таки, я же говорю, что, не знаю, это может быть у всех так или у меня. 13 у меня в детстве тоже было в минусе. Поскольку я всего боялась, я очень боялась того, что я видела. А я видела тонкие миры, я общалась с мёртвыми, и я не осознавала, в моей голове не могло уложиться, как это так. Мне было очень страшно, никто не мог объяснить, что происходит. Поэтому мне было очень тяжело. И вы об этом никому не говорили, то есть родителям никому не говорили? Я родителям говорила, но мне говорили, что я придумываю, всем нормально, а ты что-то придумываешь, ты просто хочешь, чтобы тебя провели. Не знаю, верили, не верили, но был момент, когда перебирали альфом, старые фотографии. И я вдруг показала, говорю, вот этого дядю я видела в доме. И я помню, тогда такая тишина наступила, все переглянулись и сказали, что это умерший мой дядя, который жил в этой квартире. Ну, я не могу знать, они никогда до этого не показывали эти фотографии. И после этого случая начали немножко более доверительно относиться к моим словам. Ну, хотя я много мне рассказывала, потому что мне кажется, что я не хотела, чтобы меня отталкивали с такой информацией. Ну, интуитивная самозащита какая-то была. Да, да. Я комфортнее себя ощущала. Очень интересно, спасибо, Канил. Со временем у родителей начал проявляться интерес к тому, что я говорю. И сейчас они очень чутко относятся ко всем моим рассказам о том, что я слышу, вижу, о том, что снится. К тому, что я могу, но это относится к каким-то сверхспособностям. И страх смерти также проявлялся в минусе у меня. Это тоже очень огромный такой весомый минус был. Я боялась смерти. Точнее, я боялась заболеть и умереть. Нас в школе напугали. И я в этом состоянии достаточно долго жила. И в один из дней, я помню, когда мне в школе сказали о том, что такое может случиться, я помню, стукнулась коленкой о стол. И, в общем, информация была, что если коленкой стукнуться, то всё, человек умрёт. И я настолько в это поверила. И я в этот день смирилась с тем, что я завтра уже не проснусь. Я помню момент, когда я уже вроде проснулась, но я не могу понять, я тут или там уже. То есть я настолько была готова к этому переходу, что я с трудом поверила в том, что я до сих пор ещё жива. Я открыла глаза. Вот я помню эти ощущения, когда я начала шевелить телом. А, я жива. А как так получилось? То есть я всё-таки жива. Я не умерла. А внутри я была полностью убеждена в том, что я уже там. И после этого я перестала бояться смерти. Понятно, что не моментально, прошло какое-то время. Но я по-другому начала воспринимать саму смерть. Субтитры сделал DimaTorzok